Всем привет, друзья, с вами Андрей, это канал Футбол, это продолжение нашей карьеры за канал. Итак, как вы видите на нашем экране сейчас таблица идет, у нас есть еще один матч в запасе, но как мы понимаем, мы уже точно попадем в стыковые матчи. Не знаю, говорил ли я это в прошлом выпуске или нет, но вот сейчас это скажу. Даже если мы два матча проиграем, а Мидос Бро все равно нас не догонит. Мы будем играть в стыках, я не понимаю с каким местом из этих трех, с третьего, четвертого по пятый, я вообще не знаю с кем. У нас осталось две игры в чемпионшипе, это против Бристоля, против Бирмингема и финал Кубка Англии против Тоттенхэма. Но также еще, скорее всего, два матча вот в стыках будет. Также я поменял в составах, во второй состав, в состав Петрахова, в первую Буренкова, видите, рейтинг поднялся, ну и также, может быть, сработает это или нет в карьере за Барселону. Я выставлял Тадибо в аренду, его никто не хотел брать. Но как только я его выпустил на один матч, он хорошо его провел, сразу стали идти предложения. Я выставил на трансфер Полину Сиротовну и Юлию Лобанову. Их вообще никто не хочет брать в аренду. Так что я думаю, вот в этих двух оставшихся матчах мы проверим, можно ли вообще просто на замену их выпустить. В сегодняшнем матче мы так и попробуем, потому что он еще кое-что там решает. Ну и следующий уже выпустим их, либо на весь матч, либо также на замену. Поехали! Итак, 45-й тур. Матч против Бристоля на выезде. Ну это пенальти, это 100% пенальти. Меня ставят на точку, но будет бить Мельников. Пробьем в наше любимое место. 1-0. Престон выходит вперед, 14-я минута, отлично. Ну очередной гол Максима с пенальти за Престон. И это его уже восьмой мяч в чемпионшипе. Ну и куда это сейчас вынос пошел? Ну да, ну да. Сейчас вы посмотрите просто куда отбивался этот удар и прямо в него. Это просто нереально, нет. И Кучаев 2-1. Отлично. Я сейчас даже вот сделаю замены этим. Выпущу Юлю и Полину, потому что, ну, почему бы и нет. Мы сейчас выиграем, главное нам сейчас остаться на коне, так сказать. И пусть они тут 8 минут доиграют. Но Кучаев забивает очередной свой гол. Десятый. Это тоже замечательно. Вызнаем минимальная победа Престона над Бристолем. Выпущу также Юлю и Полину. Надеюсь, что типа матчем так засчитается, естественно. Кучаев лучший игрок. 9 матчей мы уже не проигрываем, это супер. Так. Он сосредоточится на следующем, действительно. И у нас все бьются до конца. Да, пожалуйста. Ответили на все вопросы. Скворцов очень жаль, что вы так и не выпустили. Продолжаю упорно работать, задачи не выполняются. Ну и давайте новые поставим тренировки. Здесь у нас... Я бы только бы Жемаледдинова качал. Давайте Лобанову будем, чтобы ее хоть как-то там отдать потом в аренду. Здесь Ефремову не надо. Здесь у нас кто? Баумгартнера не будем. Будет у нас Меломет качаться. Так. В полузащитниках посмотрели. Здесь у нас Полина пусть качается. Во фланговых защитниках. Теперь давайте... 173. Давайте трусечки на покачаем. 70 у него. И здесь давайте уже ДОВ не будем прям качать. Будет он у нас основным раз защитник. Вратарем. Юля прокачала 66-й теперь рейтинг. Но это уже неплохо. Так, здесь мы все делали. Мы сейчас на шестой строчке, потому что лица отыграли свою игру. И если мы выигрываем сейчас, между прочим, смотрите, я не знаю, как все там будет. Эти уже все сыграли. У меня остается последний матч против вот как раз Бирмингема. Из-за того, что я, наверное, в Кубке Англии дошел. 100 очков набрал. Фулхом они становятся чемпионами. Но у нас есть шанс занять, во-первых, третью строчку. Я не знаю, как это будет смотреться. По мячам, наверное, все-таки. Но и вряд ли мы тут забим. Но можем обогнать уж точно лица и занять пятую строчку. Так что это будет Финанс Плюс. Буренков в транс... Тран, Трап, Зон, Спор. Берут его. Хороший, кстати, клуб, но нет. Так, ну и проведем еще одну сейчас тренировку перед матчем с Бирмингемом. Там уже Полина практически прокачалась до 68-го. Так, а кто у нас в центре трансера сейчас стоит на Лобаново, Сироткин, Буренково? Снять с трансера нельзя. Но будем так, что значит отклонять еще. В офисе у нас мало денег, 73 тысячи на зарплаты. И у нас матч домашний против Бирмингема. Мы играем снова этим же составом. Поехали. Облачно, кстати. Итак, последний, 46-й тур чемпионшипа. Отыграли мы 46 матчей в этом замечательном чемпионате. И сегодня у нас последний матч. Нам только можно, наверное, занять пятую строчку. Мы сейчас идем на шестой. Если побеждаем, конечно, даже если играем в ничью, то все равно. Но нам нужна именно победа. Эта победа нас может даже на третью строчку поднять. Ну, там я не знаю, как по голам будут смотреть. Либо по очным встречам. Без понятия. Мельников хорошую сейчас передачу. И Козлов 1-0. Перед самым перерывом мы выходим вперед. Бирмингем пропускает в концовке. Мишин замечательно подал на Козлова. И мы забиваем. Это наш шанс попасть на пятую строчку. Раз мы теперь ведем, главное не пропустить. И у нас может, кстати, быть также равенство. Ну, просто мы добьемся того, что у нас будет 95 очков в сезоне. И это практически так же, как и мы могли и бронзовые медали чемпионшипа завоевать. Но все равно мы хоть как будем играть стыки, это никак никуда не уйдет. Мишин. И Кучаев, и это 2-0. Моха Рамос там на воротах стоит. Он отбил, конечно, один этот удар. Но прямо в ворот от него залетает. Но гол все равно засчитывает на Кучаева. И Козлов. 3-0. 3-0 дубль Андрея Козлова. 70-я минута, мы ведем 3-0. Все супер. Последний матч закончился счетом 3-0. Разгром. Отличный. Ну а лучшим игроком последний матч стал Матвей Мишин. 9-4 у него оценка. А Козлов сегодня стал героем 2 мяча за билда. Взяли реванш. И они молодцы, скажем так. Все. На этом мы заканчиваем чемпионшип. Притовый фонд. 8 миллионов 400 нам добавили. Мы выполнили большую задачу, которую от нас требовали. Итак, мы победили. Мы должны быть на 5-й или выше. И внимание. Друзья, мы на 5-й строчке. Это супер. Здесь уже, наверное, все-таки, не знаю, почему смотрели. По какому показателю. Либо все-таки по забитым. Ну, разница мячей. Естественно, 43 у нас разница мячей. Ну, тут оставалось нам только забивать 8 мячей в последней игре. Плюс еще. То есть 11-0 нам надо было побеждать. Тогда мы бы заняли бы третью строчку. Но это толку не имеет, мне кажется. Мы заняли пятую строчку. Топ-5. Можно сказать, это уже точно мы заняли. Финал Кубка Англии мы против Тоттенхэма. И также сейчас вот интересно уже должны, наверное, да. Мы играем против Уэст Бромвича. То есть, сейчас мы это все посмотрим. Лидс против Ноттенгема. Мы против Уэст Бромвича. Мы против Уэст Бромвича. Значит, это третья, шестая, четвертая, пятая. Третья, шестая. Но если мы были бы на шестой, мы играли бы против Ноттенгем. Мы играли против Ноттенгем. Мы сейчас, естественно, будем смотреть, как мы играли против Уэст Бромвича. Прямо сейчас же это я и начну делать. А последний раз мы сыграли в ничью как раз с Бромвичем на выезде. 0-0. проиграли то есть мы ни разу не обыгрывали вы сбровищ на это отличный шанс для нас сказать обыграть также давайте сейчас будем смотреть на дела с буренковым потому что надо переподписывать с ним контракты за зарплаты он готов или нет нет вы продлили уже так что будем наверное ждать нового сезона когда он у нас будет и тем самым уже смотрим тут но трушечки лобанова прокачались итак финал кубка англии мы на уэмбли будем играть проведем предматчивать пресс-конференцию массаковские ротация важно мы скажем хотя он не будет играть так что планируете предпринять нам нечего терять действительно насчет бирмингема там сказали что молодцы поздравляем нас с победой крупный 30 у нас тоттенхэм друзья тоттенхэм я не буду рисковать и брать с собой юлю и полину поэтому я беру вот так вот все вот такой у нас состав ну где действительно никого другого и не надо брать пусть лучше два нападающих будет у меня же малядинов может слева и справа если что сыграть топовый форвард все ну и давайте друзья если мы все-таки победим в этом матче надеюсь вы не против я возьму капитанскую повязку на один матч на себя чтобы поднять если что этот кубок если у нас это получится и все последний матч друзья официально так сказать в сезоне это последний матч уж точно в кубке англии для нас мы так далеко мне кажется больше никогда не зайдем жеребьевка просто невероятно нам помогала здесь никто прям не прокачался больше казанский кстати можете сейчас 73 наберет во втором составе может и шмелькова вытеснуть все поехали в эмбли и так замечательную в эмбли мы на нем уже обыграли челси в прошлом матче кубка англии в полуфинале и теперь у нас тоттенхэм мы прошли сити мы прошли челси и теперь надо именно их обыгрывать вторая лондонская команда на нашем пути к кубку англии поехали мишин опа это пенальти это наш сейчас действительно шанс удаляй вообще вертонгина да это красная карточка так вот тебе и надо отлично вы посмотрите действительно прям по ногам сыграл кто сейчас будет пробивать мишин наверно нет все-таки максим мельников для него это очередной шанс забить пенальти да еще и финале кубка англии отлично лирис угадал но не потащил девятая минута максим забивает 1 0 пресс он выходит вперед мы снова забиваем первыми командам из английской премьер лиги теперь еще и в десятером будет играть тоттенхэм ну просто все карты для нас уже легли в этом сезоне в кубке англии поэтому должны выигрывать и попадать в следующем сезоне в лигу европы и отлично вот она просела здесь где-то оборона теперь они там в меньшинстве играют поэтому их козлов делать от 2 0 17 минута мы разносим тоттенхэм в десятером отлично вот так вот вот так вот вот так вот вот так вот все замечательно козлов забивает получилось все здесь за матвея хорошо пройти прострелить этот забивает или рис уже там расстелился и для козлов это четвертый мяч уже в кубке англии и все-таки забивает сон вот такой вот рикошет с углового 7 старая минута это все отскок учат действительно это прямо отскок на ногу сона и все 21 победа в кубке англии 2-1 на тоттенхэмом мы обыграли все команды из английской премьер-лиги которые нам попадали в кубке англии с счетом 21 сначала мы и вот сити исчезли прям одинаковая ситуация мы забивали они отыгрывались один-один делали здесь у нас все-таки мы забили два мяча еще и удаление но все равно там сон со сколько забил все вот она наша легендарная команда друзья просто с первой попытки наш первая была попытка в кубке англии мы ее прошли все просто невероятный сезон не зря надел на себя капитанскую повязку сейчас поднимем этот трофей над нашей головой тоттенхэм так и не может до сих пор победить ни в каком турнире все они проигрывают финалах у бакарабау они в этом сезоне проиграли ливерпулю там 4 1 нам 2 1 команде из чемпионшипа они проиграли и вот тишина на трибунах все те болельщики нашего канала и которые болеют за престон внимание это для вас мы победили в кубке англии будем играть в лиге европы со следующего сезона это очень тяжело нам будет остаться в примере лиги если мы конечно еще туда попадем надо обыграть в с бронвич еще какую-нибудь команду либо лица либо получается но тенге и все бежим теперь уже и к нашим болельщикам и вот она заслуженная победа спустя получается 7 лет нет не 7 8 потому что ты с тринадцатым сейчас здесь уже 2021 или нет 2020 здесь да значит спустя 7 лет выигрывает чемпионшипская команда кубок англии замечательно бегут прямо блока так красиво все салют еще замечательный ну и естественно наша фотография самый древний но так самый старый турнир выигрывает престон обладатели эмирейтс пока кубок англии ну и все спасибо вам большое друзья за то что вы болели за нас в кубке англии матвей гнишин кстати лучший игрок проведем интервью у нас там еще два матча в сезоне в стыковых и вот все прессом выигрывает тоттенхэм с счетом 2 1 итак позорваем с отличной победой ничто не могло помешать нам победить по каким причинам сезон получился провальным смысле мы покидаем смысле мы не вот этот идиотизм говорят мы покидаем и покидаем потому что мы переходим скорее всего с какого фига мы покидаем вот повышение у нас плей-офф призовой фон турнира здесь нам 4 миллиона за кубок англии добавили проводим очередную тренировку ну и все плей-офф у нас здесь на повышение идет сейчас 29 мая так что это уже совсем вот скоро ну и все мы сейчас играем против давайте вернем шмелькову капитанскую повязку спасибо что дал мне ее на финал против тоттенхэма ну все теперь у нас одна вторая там не сыграли или нет уже нет лиц против нотингема играем дома мы вот бромича посмотрел не выигрывали ни разу мы сыграли в ничу последний матч и проиграли им в начале нашей карьеры так сказать все здесь у нас вроде никто там в рейтинге так и не поднялся долбник со 78 стал молодец так что мы начинаем наше теперь уже важное событие в этом сезоне не только для нас был кубок англии важен теперь еще и надо попасть в премьер-лигу не дай бог чуть ли не этом там вышел вот наш состав поехали и так сам важный матч сейчас в концовке сезона наверное всего того сезона которому мы шли и так было понятно что с первого сезона нам будет очень тяжело попасть на первую либо вторую строчку мы заняли пятую еле-еле но теперь мы играем против без бромбича это если я не ошибаюсь бронзовые призеры нет бронзовые это нотинге все мы играем против четвертой строчки мы не обыгрывали ни разу у вас бромбич проиграли им только и сыграли в ничью теперь все очень важно даже вот такие вот это выйдет на поле сейчас появились замечательная графика на поле так что поехали плей-офф чемпионшипа мельников на кучаева кучаев на мельникова 1-0 вот так вот ни разу мы не забивали в этом году в с бромбичу играли в ничью 0-0 и проигрывали минимально тоже 1-0 но вот теперь максим мельников автор так сказать первого гола нашего это новый вообще сейчас турнир для нас это стыковые матчи плей-офф чемпионшипа потому что видите даже такой вот трофей сейчас получился мы видели вот замечательный правой ногой забивает максим и это супер будем знать теперь максим первый игрок из нашего клуба который забивал вообще бы истории в с бромбичу ну и первый гол в плей-оффе чемпионшипа и кучаев хорошо развернули и козлов 2-0 все сидеть в с бромбич сидеть перед перерывом сам забивает козлов и это все мы показываем наш класс мы все-таки обыграли тоттенхэм это просто сейчас невероятное у меня ощущение от того что мы в шаге буквально до премьер лиги очень хорошо сейчас сыграл здесь еще и пятка кучаев паса дал голевой и козлов забивает тоже свой первый гол в раунде плей-офф чемпионшипа 2-0 престон выходит в уверенные так сказать позицию уверенную игру со второго тайма начнут сейчас он будет подавать прямо на козлова и козлов 3-0 дубль андрея козлова и это счет 3-0 все хороший гол у нас с углового получился разыгранный кто интересно подавал мельников кстати подавал для него голевая передача значит очень хорошо сейчас сыграл но для максима пока что гол плюс голева я не помню кто на второй гол козлу на первый гол козлова отдал голевую передачу кучаев и на козлова все для козлова это может быть шанс забить хэт-рик и он забивает хэт-рик андрея козлова в первом же матче плей-офф чемпионшипа все замечательно забивает хэт-рик наш просто нереальный нападающий он и вроде у нас сейчас лучший бомбардир в клубе до этого матча был но теперь просто он усиливает свои амбиции я хочу действительно просто смотреть какие предложения будут от других клубов по нашим игрокам в следующем сезоне на мельников и все разгромная победа Престом над Вестбромичем мы сыграем за последний наш шанс попасть в премьер-лигу сейчас мы узнаем против кого там был в перерыве счет 0-0 между Нотингемом и Элитцем ну и козлов 10-0 у него оценка ни с кем пока что мы не сыграем 0-0 у них будут наверное играть по пенальти либо переигровка будет вообще без понятия как это все ну а у нас сейчас будет послематчевая пресс-конференция спокойно мы играем на победу в каждой игре козлов-формер хэт-рик к примеру он для всех естественно нужно было нет но для них это не справедливительный результат ожидали равную игру но еще одна игра вы серьезно вы посмотрите будет еще одна игра то есть я думаю уже все нет пуп-пуп-пуп еще и ответка ну хорошо значит что мы 4-0 прям победили Медипул Башик Шахир за 6-800 рекордное пока что предложение по Буренкову блокировать предложение нельзя так спасибо что прислушались горжусь скажем тобой но это значит что еще больше у нас матча я думал мы уже все сейчас здесь у нас задачи не выполняются но мы переходим плавно на июль нам все равно надо заканчивать сезон мы заканчиваем именно матчами узнаем или нет в этом выпуске выйдем ли мы в АПЛ и на этом мы тогда и будем уже заканчивать буду пробовать наверное перед матчем уже с Буренковичем ответным переподписать контакт с Буренковым нет нельзя к сожалению ладно мы ждем итак по центру трансерфу на что там вообще вот Ахметов он в аренде играет в лече баринов так Вивиане какой-то ну Вивиане мне тут вообще не нужен а вот этот интересный игрок его наверное только в аренду брать удалим он не русский все таки все и вот эти вот парни могут быть заиграны за нас давайте обсудим почему нет Артема Дзюба мы можем сейчас взять бесплатно обсудим его переход у него и так там низкая сейчас зарплата он просит но у него рейтинга хорошего он 78 мы принимаем что он ключевой игрок мы потянем его зарплату на сколько на 3 года давайте пожалуйста вот на 3 года с Артемом Дзюбой отлично соглашается игнорируем отступные но и зарплаты сколько тебе вообще надо Артем 20 ты будешь же доволен оскорбительно я не знаю сколько ему надо то у него сейчас если 11 с половиной стоит почему бы не согласиться было ладно попозже тоже предложим просмотр вакансий давайте посмотрим лиц фулхэм просто подадим они сейчас ищут нового тренера вот мы играем этим же составом вот более-менее давайте я наверное выпущу второй потому что мы так 4-0 сейчас выигрываем в серии поэтому сыграем вторым составом кстати Скворцов 74 может если обгонит Козлова попадет к нам в состав вместо Мишина мы возьмем Юлю Лобанову и также вместо Шмелькова мы возьмем Полину Сироткину но на всякий случай там вдруг придется их выпускать Ливень на стадионе мы 4-0 победили поехали итак наш я так понимаю последний уже матч в полуфинале я не знал что надо ответки еще играть не посмотрел наверное на календарь там были уже наверное эти матчи но вот ответная игра так сказать в финале уже за стыки и какой гол забивает Скворцов левой ногой в девятку от перекладин или от штанги вы просто посмотрите я обязательно буду делать нарезку голов наверное и вы будете сами выбирать лучший гол первого сезона карьеры за канал ну вы просто посмотрите как это было разыграно отдает и от перекладина в самую девятку засадил Скворцов я просто уже от необходимости так пробил он мощным еще и удар получился от перекладины залетает 5-0 ведет Престон в серии против Уэст Бромвича Казанский хорошо сыграл Казанский может кстати попасть в первый состав там один рейтинг ему нужно отыграть Кривохарченко нет все таки вот пропускает вот такую тяп-ляпу они забивают на рикошетах это все ну и Градьянг забивает и забивает все таки Вэст Бромвич Почу 2-1 в матче 2-5 в серии давайте я все таки все равно выпущу от нечего делать Юлю выпущу лучше вместо Гапонова Сироткину тем более они одинакового рейтинга почему бы и нет пусть тоже играют поражение у нас от Вэст Бромвича 2-1 но все равно в серии это нам никак не помешает 5-2 мы проходим в финал да вот поиграть второму составу еще по линии с Юлей так что хотя бы гол смогли первый забить Роман Скворцов оценка 8-6 у нас был всего лишь один удар сор и это был гол и так несмотря на поражение главное что мы в финале вот так мы скажем мы играли хорошо но недостаточно поговорим о том что можно улучшить и играем мы в финале против Лидса как раз я надеюсь это один будет матч Фулхэм кстати соглашается чтобы нас взять мы отклоняем ну что же я надеюсь у нас матч будет один всего лишь против Лидса да показано как один это просто финал все такое Козлов 3 мяча забивает ну и все мы готовы теперь давайте мы посмотрим на нашу кстати вот смотрите Хори в 74 Скворцов тоже в 74 здесь я смотрю по другим Кучаев в 72 тут больше никто вроде Шмельков в 73-м стал так что Казанского надо теперь в 74-й только получать до дня 78 замечательно и посмотрим как мы играли против Лидса в этом сезоне последний матч мы выиграли 4-0 кстати в гостях я помню этот разгром мы прям с вами радовались и победили 2-1 так что не составит я надеюсь нам труда сыграть я не знаю на каком на нашем на стадионе или на Уэмбли будет на Уэмбли конечно же вот он наш состав мы готовы против Лидса играть поехали и так вот разминается Андрей Козлов лучший бомбардир уже раунда плей-офф за один матч он забил 3 мяча Уэстбромвича у нас дома на второй матч я выпустил второй такой импровизированный состав и снова Уэмбли друзья я если все правильно считаю это наш уже третий матч на Уэмбли и два матча предыдущих мы на них выиграли победили Челси 2-1 победили 2-1 Тоттенхэм в финале Кубка Англии теперь у нас вот финал раунда плей-офф чемпионшипа Лидс я не посмотрел с каким счетом обыграл Ноттингем в ответа матча но первые они сыграли в ничью 0-0 поехали наш последний матч в сезоне сейчас будет у нас там подведение итогов на арбитра немного чем-то похож был игрок и Добня все-таки пропускает Лидс нам забивает это обидно конечно сейчас так терять Козлов неплохо и это шанс шанс для Матвея ну 1-1 1-1 за 10 минут до конца первого тайма Матвей забивает гол сравнивает это прямо замечательная сейчас атака получилась вот Козлов замечательную голевую дал ну и Матвей просто шикарно обработал его в касание с летом можно сказать так пробил ну вы посмотрите вот здесь вот супер во-первых передача остановил следующим пробил и прямо бильярдный в самый нижний угол забивает ну и для Матвея это первый гол и мы сравниваем отлично еще до перерыва и время есть надеюсь Казанский хорошо сыграет на правом фланге тем более он там рейтингом повыше чем Буренков сам нет 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 да как так то сейчас все пролетели то Иванович какой то забивает да это просто дичь почему два угловых у них и два голоса угловых хорошо Айвазян Козлов 2-2 Андрей Козлов забивает отлично 70 минута 2-2 отыгрываемся ребята мы отвечаем за этим вот этим обскоком у лица что они нам два мяча сейчас забили хотя всего они нам забили за двойное противостояние в Чинкауншипе один мяч и то в первой игре 2-1 они победили во втором их разгромили в гостях 4-0 Мельников с мячом идентичный гол Козлову забивает Максим Мельников 3-2 78 минута все замечательно все просто супер поздравляю поздравляю всех с третьим забитым мячом забивает Максим еще и гол хорошо сейчас вообще разложил ну супер второй вроде гол Максима да и Кучаев 4-2 за пять минут до конца мы проигрывали сейчас 2-1 мы забили им три мяча но это просто невероятно все это наше просто dream team посмотрите как сейчас Мельников еще дает пас на Кучаеву Кучаев забивает бывшему вратарю мадридского Реала давайте поменяем Кучаева на Меламеда отдохнет пусть тем более все равно сейчас последний матч финальный все-таки раз на Уэмбли значит не будет переигровок никаких все все Престон в английской премьер-лиги выступает со следующего сезона друзья все все я забыл конечно в этом матче перед этим матчем сделать себя снова капитаном с капитанской привязкой выйти но под ними все-таки шмельков вроде этот трофей этот замечательный очередной наш трофей наш второй уже на Уэмбли мы выигрываем каждый матч третий уже подряд мы выиграем на Уэмбли все вот они радостные события и между прочим Константин Кучаев забил золотой гол благодаря которому мы как раз и попали в премьер-лигу вот Шмельков Добня Рамакер Мишин Козлов там я был дальше и вот он замечательный трофей который поднимает сейчас наш капитан и вот Артем Шмельков подходит замечательно нашему трофею тишина на трибунах и мы в АПЛ друзья ликуют болельщики очень долго шла наша карьера я играл сначала в начале по три матча теперь мы играем по месяцам и это очень хорошо нам сейчас получилось мы доиграли все-таки я сказал что доиграем в этом выпуске сезон будет наверное большой выпуск все Максим Эльников лучший игрок финала раунда плей-офф чемпионшипа и все я поздравляю всех тех кто был с самого начала следил за Престоном за точнее ну не Престон конечно это так сказать наш канал клуб нашего канала можно так сказать это большой шаг для клуба я не забил будет дальше проходить про меня сейчас говорят он не будет нет он говорят что я не забиваю ну и что я не забиваю и что дальше я должен Масаковского выпускать у которого рейтинг ниже нет все друзья друзьяшеньки вы мои Полина Сироткина 69 рейтинг получает Трушечкин 71 и так все у нас замечательно друзья мы попали в английскую элиту мы теперь будем играть в премьер-лиге вот так вот Нотингем и Вестпромчик тоже нас обогнали еще и не попали даже в финал а пятая и шестая строчка как раз сыграли в финале за последнюю путевку и мы будем играть и так подведем итоги я так понимаю все там матчи уже сыграны по этому сезону смотрим Фулхан набрал 100 очков и Сток Сити так что Сток Сити выходит вместе с Фулханом и с нами в премьер-лигу идем мы дальше кубок Англии поздравляю друзья мы еще и играем в Лиге Европы со следующей сезона вот 3-1 и 4-1 как я говорил ну и ладно 4-2 мы обыграли Лидс это предсезонный турнир Ливерпуль обыграл Челси и здесь еще Ливерпуль Сити обыграли в финале вот так вот английские команды топят просто невероятно идем мы дальше Лигу Европы выиграл МЮ так что вообще просто английские команды разрываются этого сезона сборная России играет на чемпионате Европы Франция, Португалия, Швейцария это действительно очень жесткая группа с швейцарами будем мы играть во втором туре но это тяжело так я же не тренирую правильно или тренирую нет я не тренер сборной так что мне это что мы просто посмотрим за сборной России как она играет все матчи на этом заканчиваются мы подводим итоги друзья мы с вами заходим в центр составов и смотрим по статистике больше всех матчей за сезон отыграл Максим Мельников 47 матчей мы поздравляем его меньше всех отыграла Полина Сироткина 7 матчей и то это наверное все таки выходя на замену да и то он на 2 матча провела в предсезонном турнире Юля тоже кстати 7 матчей они наравне практически играли смотрим дальше лучший бомбардир нашей команды Андрей Козлов да что я вообще говорю давайте вот так вот мы и будем так вот я быстренько пробегу кому надо тот посмотрит на паузу нажмет там себя найдет мы будем просто сейчас вот брать лучшего и худшего по забитым и пропущим но так же я пробегусь кому все таки интересно посмотреть на свои характеристики за этот сезон Козлов 26 забитых мячей за 1 сезон 17 мячей он забил в чемпионшипе дальше идет Скворцов ну и вот так вот быстренько я пробегусь все там вы как поняли уже ноль по голевым передачам здесь снова Андрей Козлов лучший игрок у него сейчас если я не ошибаюсь посмотрите у него 42 результативных действия за этот сезон Кучаев тоже 16 отдал ну и вот так вот тоже быстренько пробегусь все здесь уже по нулям сухие матчи больше всех провел Александр Довня 26 сухих матчей но это вы посмотрите это больше чем половина его матча 21 сухой матч в чемпионшипе и вот так вот также пробегусь быстренько все здесь мы все друзья с вами посмотрели теперь идем по характеристикам я ставил так в начале сезона самый молодой игрок это вот вот так вот я пробивал всем реальный примерно возрастом здесь реальные игроки имеют свой возраст но комментаторы я ставил там 24 25 лет так же как и Довни и Козлову чтобы у них были хотя бы нормальные рейтинги вот там 24 там 25 самый минимальный рейтинг в нашей команде это у Баумгартнера которую я не знаю как это посмотреть как это посмотреть когда у него завершается контракт финансы наверное надо смотреть один год еще написано типа по контракту да значит он еще на один сезон у нас остается ну ладно Юлия Лобанова 67 Гапонов 68 Юлия Полина 69 это арендованный здесь Ефремов 70 Трушкин 71 Буренков 71 Петраков Миламедов Вяткин Масаковский Мишин Жамалединов 81 Рейтинг Казанский 72 Айвазян Кучаев тоже 72 Шмельков Рамакер нет Шмельков только 1.73 рейтинг Рамакер Мишин Мельников Хорев Козлов Скворцов по 74 Кривохарченко 77 Довня 78 то есть Довня самый высокий рейтинг ну вратарей точнее вот так и будем говорить и теперь для меня это самое интересное кто больше всех спрогрессировал за сезон никто не убавил в рейтинг как вы видите плюс 1 арендованный этот игрок смотрим плюс 2 Ефремов плюс 3 Кучаев Бомгартнер плюс 4 за сезон Довня Шмельков Казанский Козлов плюс 5 Гапонов Масаковский Скворцов Плюс 6 К сезону то есть так что вы видите видите Самый дешевый игрок Гапонов миллион сто я думаю вообще его продать купить девеева потому что про дерево многие говорят что вот он лучший самый игрок там прогрессивные сборной россии молодой тем более бомбард на миллион четыреста июля лобанова миллион девятьсот сироткина 2 ну вот так вот я буду пробегать то есть и сейчас мы узнаем самого дорогого 21 миллион стоит до мне и 18 миллионов кривохарченко ну и все здесь мы по зарплатам вы тоже видите здесь 20 15 так вот то есть самая дорогая это удобнее 20000 все я вроде вам показал да не все надо нам посмотреть статистику игроков чемпионшипе здесь наш козлов на 10 строчки 17 забитых мячей в два раза больше забил клич 4 строчка у кучаева по и у козлова но не разделили ну кучаев меньше сыграл так что он заслуженно выше четвертая строчка у кучаева и лучше голкипер сезона добни на 4 матча он обогнал рандалфа из миддлсбро по желтому нас здесь сейчас найдем может быть или нет лидера нет по красным по красным тоже нету наших игроков ну все не буду другие турниры смотреть я продолжаю сейчас пытаться подписывать артему джубу его еще нельзя к сожалению большому вот неплохую сумму запрашивают за девеева у него сейчас 70 он 193 ростом же маледийного также думаю подписать потому что мне не нравится ефрема вообще никак вот если думать между же маледийного мы бакаевым то ростом здесь повыше же маледийного будет но у бакаева есть уже он талант 1 это дальние удары это искусственный интеллект именно не за нас наверное будет он я не знаю через сколько можно будет джубе дать предложение я буду всех качать пока вот эти когда качаем следующий сезон и новые сделан потому что мне надо вот продать июлю чем в аренду отдать и полину вот они не получают у нас практик все матчи сыграли игроки отправиться в сборной в сборную россии отправляется на чемпионат европы вова мишин как центральный защитник александр рамагер как левый защитник андрей козлов как нападающий и сергей кривохарщин как вратарь почему не долг я например хотя долг не выше рейтингом но все равно я надеюсь что эти парни покажут что-нибудь из себя мы также посмотрим там на чемпионате европы статистику вот дзюбу можно теперь обсудим переход артема дзюбы в наш клуб будет замечательно так переходим к делу давайте мы принимаем что он ключевой игрок на три сезона я ему предлагал он соглашался вроде да артем дзюба согласился игнорируем отступные ну и теперь зарплата сколько вы хотите вообще я могу отдать всю свою зарплату согласитесь ли вы отлично 40 тысяч евро в неделю получает артем дзюба самый рейтинговый самый высокооплачиваемый наш игрок зарплатный бюджет 256 ладно же малигинова нельзя тут ну больше таких вот нельзя подписывать бесплатно так что я наверное сейчас просто втихаря буду искать игроков которых можно в английской премьер-лиги в топовых именно командах которых можно например бесплатно забрать друзья в общем я попробовал сейчас подписывать оливье жиру я знал что у него закончить контракт у нас денег естественно таких нет он там 70 тысяч евро хотел в неделю плюс еще миллион накинуть сверху ему как подписной бонус у нас 40 тысяч всего лишь мы дзюбу еле подписали второй попытки так что будем на одним дзюбой радоваться как бесплатным игроком хорев ищет удачи да мне там говорят что я просто не могу забить последних мальчик миша меломед 72 до дня 79 и дом не вызывают в сборную россии вызвали сергея кривохарченко я не понимаю к чему это комментатор вызвали а реального игрока нет это для меня просто интересное такое дежавю но ну что же на этом мы и заканчиваем наш сезон у нас 30 уже июня понимаем следующий день это все уже начало трансферов нас перекинет сейчас на следующий сезон англия там выигрывает польшу 21 все мы завершаем сезон прочитаем уведомления мы этих игроков будем все равно продавать и завершаем сезон теперь когда сезон подошел к концу руководство клуба просто собралось чтобы рассмотреть наши показатели хотя мы не выполнили все задачи в целом рассмотрим результат как удовлетворительно надеемся в следующем сезоне клуб покажет себя лучше и по-прежнему считаем что вы как раз тот человек который нам нужен надеемся продолжить нашу совместную работу в следующем сезоне мы переподписываем контракт все замечательно всем спасибо кто был на сегодняшнем выпуске посмотрел поставьте лайк обязательно потому что последний матч сезон и я немного приостановлю чуть-чуть на недельку может на две карьеру за наш канал потому что буду немного подготавливать выпуски с лучшими голами первого сезона за престон это тоже будет ну и попозже уже там соберемся дальше чтобы другие тоже карьеры так неплохо у нас сейчас там карьера за барселону путь пока что лидирует вместе с карьер за игрока так что вот эти вот две карьерки у нас пока что и буду третью я вот за прессом приостанавливать и более у нас там еще локомотив закончился так что буду пока что от именно вот эти две карьеры гнать итак претензион турнир мы его выберем просто чтобы они играли сами там лиц кстати тоже там участвуют и все на этом мы заканчиваем и я сейчас мы просто гляну все-таки в пример лиги или нет друзья мне это просто интересно почему там сейчас играем этот претензион турнир против команды там лиц есть там и все мы в примере лиги это супер вот они мы все кто не верил тот поверил мы в пример лиги кстати не смотрел кто вылетел я сейчас это могу посмотреть я вроде как помню кто там из команд чемпионшип другие астон вилла здесь я вижу новую норвич сюда вылетели ну и шеффилд получается вот другие команды вот например линкольн сити и psvitaun это из третьего попали сюда так что ну все мы так вот и заканчиваем все прямо на этом самом месте никуда даже продвигаться не буду с вами был андрей канал футбол это жизнь подписывайтесь на канал ставьте лайки до новых встреч друзья всем до свидания спасибо за просмотр! и спасибо за просмотр! и 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